приветствую вас дорогие подписчики канала одесская лирика я в синагоге познакомился но я его раньше так знал мельком но познакомился более как говорится поближе вот с очень интересным человеком вот у него его надо буквально записывать постоянно потому что у него такие понтаке первые выдает ехать и сам пишущий человек но это просто кадр уникальный вот он сейчас вам расскажет вот расскажи вот то что мы хотели взрослой возьми его набрав на себя здравствуйте дорогие друзья я представлюсь меня зовут михаил я анархист я верю что все люди одинаковые что одинаково рождаются одинаково умирают мы все происходим от адама и ебы неважно кем мы себя считаем в красе хочу рассказать это длинная история но в красе хочу рассказать немножко про свое детство родился я приехал в америку еще было еще был советский союз мне было 11 лет но я сначала приехал в израиль потом с израилем играл восемьдесят четвертом с родителями в америку вот и хочу рассказать одну уникальную историю которая была у меня в советском союзе на почве наци анальности кстати национально состоит из два слова нацист и анальность то есть вот значит я ходил в школу как все дети и меня впервые обозвали жидом ну я такой был чувствительный хороший мальчик не то что сейчас уродливая морда с бородой вот я побежал к маме ну евреи без разу к маме бежит и говорю мама что такое жид она говорит это я весь в слезах было это национальности я ничего не понял что национальности как на ну мне восемь девять лет было а у меня хороший друг украинец не разлей вода я решил у него спросить он все-таки грамотный ну я подошел к нему и говорю слушай олег меня в школе жидом обозвали что-то такое я спросил у мамы на национальности не понимаю понимаешь я тебе объяснил все люди это говно а еврей это говно со знаком качества понял я говорю ну вроде понял лучше уже а потом что когда там была пятая графа что типа все одинаковые но евреи особенные их не университеты не туда не сюда так я понял говно со знаком качества окей хотел поделиться с вами информацией мы еще буду дальше запись сети я вам буду рассказывать уникальные истории обещаю главное здоровье вот и главное берегите друг друга не делайте братоубийство ё-моё я когда ходил в школу у нас украинцы и русские одно на одно лицо я их только различал по фамилиям меня конечно сразу было видно что жидяра а эти они все на одно лицо я просто по фамилиям там короленко там корнеев говорили этот русский это было все условно они же все на одно лицо были братья ребята братья перестаньте братоубийство называйте спецоперация спецоперация политика да политика не дает право ни политика ни религия убивать друг друга братоубийство нельзя этого делать неважно кто вам это скажет как говорят американцы and you can take it to the bank вы это можете взять в банк все передаю телефон все на этом мы эту историю мы закончили все на этом мы эту историю мы закончили